приветствую наконец-то я возьмусь и переключусь деревянных дел на дела железные наконец-то я честно заждался больше 10 дней вот все вырезано начну вот с таких лезвий потому что у меня в заказе есть одна бритвка ну и за мной придется 6 штук делать но если она на сайте нет поэтому теперь будут с поправками то есть поправки у нас какие вот это вот ямка будет с насечкой и более широкая и отверстие будет смещено ближе к пустырику то есть чтобы было удобнее в работе что у нас еще вырезано вот широкие недавно я такие производил это узкие типа не сказать даже но по ширине как труд watch а вот это комиссари не знаю под ручку не под ручку тут как еще пока даже не думал этот те же самые просто еще допом все у 10 ковка путная ковка это вот классика жанра как говорится самый мои любимые это где-то примерно там нет ни пять восьмых шесть восьмых скорее всего так она сейчас скажу точнее только а это у нас 21 миллиметр в грязновом но округлим 20 да тут уже пожалуй не 68 пахнет но это пока все такое вот после обработки там много уходит вообще металла сейчас начну сверлить начну вот опять живут с них и степенно-постепенно так плавно без ошибок чтобы все начать работать чтобы не споткнуться желательно ни разу вот насчет подставок подставки я уже задумал что делать как делать потренировался что-то там получается что-то нет но древесину уже закупил древесины есть это американский орех такой темный симпативовый конечно и корейская береза вот такими варианты есть не и того же еще орех есть но на потом но мне сейчас хочется железом провод я просто реально соскучился все пока начинаем работать я тут немного забыл сказать начал заниматься с лезьями под просверлил маленьк тут разметил то есть начал работать в принципе пока не могут эти этой эйфории то что я занимаюсь с металлом они с деревом это прямо для меня то что доктор прописал как говорится забыл сказать да обратите внимание на сайте есть раздел кнопка такая сверху красная мигает по моему товары еле называется вот сейчас я там частенько прям даже прям очень даже скал частенько вывешиваю бритвы по цене прям вообще бросовый бросовый то есть там особенно дамасский бритва там ниже себестоимости вообще прям конкретно ниже себестоимости поэтому пользуйтесь моментом кому интересно было там сам большие скидки это на дамасский бритвы но также на углеродистый там есть куда скинуть если есть ваше личное предложение то есть какую-то именно другую бритву присмотрели то там можно тоже рассмотреть какую-то скидку то есть не обещаю прям точно такую же но рядом что-то можно сморганить вот дело в чем то что у меня появились денежки а как обычно у меня принято то есть деньги я и так вкладываю я с другого то есть другой работы на которой я принципе редко но деньги за это платят вот так вот устроил за жизнь свою сумел так вот устроиться но это тоже ничего хорошего конечно но деньги хотя бы капать уже ладно и оттуда постоянно вкладываю вот свою любимую работу вот а сейчас начали являться денежки даже еще вот с моих изделий и поэтому я их опять же вкладываю в эти же изделия но не все они вкладываю в скидку вот то скидка пример там допустим было восемнадцать тысяч бритва стала восемь вот эти вот десять тысяч я просто вот наварил с бритв и вкладываю в эту скидку 8 день специально лежат на меня пойдут опять в оборот если заберут бритву из раздела товар недели и все я просто на эти деньги опять начну дальше производить что-то опять делать работать как-то денежки появились то расскажу откуда не секрет принципе тут просто мои бритвы рассмотрели оценили за границей вот как это получилось да получилось это спонтанно просто у меня один человек тут другой человек покупали бритвы а есть так удивляюсь думаю странно один даже говорил это общение не бреюсь об опасными бритвами ягод вообще электрической вот вещи как не попробую все никак не решусь и короче говоря эти бритвы шли на выставки которые были в австралии которые были и соединенных штатах выставки где еще выставка была европе где-то в северной европе то есть и там мои бритвы к моему удивлению я конечно знал что я тут многих производителей как говорится пережаю но что настолько я не ожидал и это очень приятный бонус для души то есть это прям бальзам то есть вот не зря работаю не зря не зря я тут столько всего потратил одного только здоровья на все свои 84 кило так что оценили и теперь за граница понемногу правда но берет берет мои бритвы то есть разнюкали и говорит именно важно то что она именно будет российского производства именно это важно в первую очередь во вторых будет она будет конкурент конкретный говорит всем бритвам которые тут вообще есть на рынке но есть конечно такие эксклюзивы там экстра некоторые варианты которые очень даже неплохие я не буду говорить потому что все прямо там все и порты бритвы какие-то такие такие нет есть варианты такие еще вам скажу они каждые по стали мне проигрывают но по исполнению я им проигрываю есть такой момент но их уже единицы поэтому я например на втором месте там где-то у них вот так вот там даже какие-то бумаги давали поздравительные вот не прилагали а я что отказался наверно зря пускай бы на стенке висели вы может дети посмотрели бы порадовались меня вот так вот ладно а то меня уже руки прямо тянутся хочется работать ладно покажу если что расскажу если что-то там вспомню еще пока все вот в общем все самое простое позади все самое то что считаю разминкой позади этот узкий клинок который под заказ это вот остальные широкие вот такое отличие у них ширине прям заметны тоже просили поуже и сейчас буду по мелочам еще тут подработаю тоже наверно все таки букву к свою ткнул чтобы было говорят люди говорят что им это важно а значит надо сделать и я еще забыл сказать да ведь что вышел сказать я прошлый раз вот перед этим он сейчас отрывок снимал забыл сказать еще одну новость у меня новостей накопилось же а это это будет будут бритвы из х ой чуть не соврал из d2 то есть но это х 12 мф если российского производства а у меня будет так честно и будет d2 то есть это говорят там немецкой стали аналог х 12 мф но у меня будет d2 просто я привык говорить х 12 мф вот я начинаю говорить а так d2 дальше будут какие бритвки вот такая классика будет из d2 бритвы будут такие облегченные то есть обувь там не будет в районе 6 миллиметров а будет в районе четырех миллиметров вот так вот что еще будет вот такие вот бритвки будут с узкими лезьями тоже бушок будет район четырех миллиметров тоже из х 12 мф я принципе не любитель работать с х 12 мф стали потому что она сложно обрабатывается она как-то меня для меня лично сложнее затачивать ну почему потому что я сразу партию затачиваю какой-никакую все таки пускай там из 5 и 6 штук там но то есть если у вас одна такая бритва из х 12 мф есть две то это ни о чем причем у нее точить же не надо постоянно и только править поэтому я понимаю тех людей кто их хочет пользовать потому что стали полу нержавеющие вот так вот то есть у него уже твердость как укованную 10 такая же по хрупкости она более устойчивая то есть сломать сложнее если буду ранее хотя сама сломается там подводка тонкая вот вот самый главный момент точно полу нержавеющие на не требует там кота ухода почти не требует хотя в принципе у меня такие вот углерод не ржавеют как ни крути у меня несколько бритв и то есть я как бы не испытываю какой-то дискомфорт того что там где-то потемнело зажавела меня нет такого просто ну сырой нельзя сырой оставить просто положить прямо в сыром виде прям с каплями положить она да она конечно схватится ржавчиной прям причем на следующий день мы уже удивитесь этой скорости окисления вот поэтому у меня скорее всего после этих уже следующий бритвы уже начну изготавливать из х-12мф потому что я уже практически отковал то есть надо еще в полосу загнать просто молот то есть у меня приходится бегать там время выгадывать чтобы у них там был свободный чтобы не постучать можно было и вот так вот то есть урывками но плавно чтобы там тоже ошибок нельзя допускать вот то есть барин дую так управлять сказать плачу денежку за то что мне дали постучать и доделываю уже принципе тому уже осталось всего с полдня поколотить и будет полоска можно будет вырезать уже под приплы просто на полоски я готовлю хочу почему-то говорю полоски готовлю вот такие вот классику и типа английского такого типа классика и типа трудвача классика только хвосты подлиннее вот я под них заготовки делаю выгадываем еще у меня несколько заготовок будет может 45 такие только 12 мы и на этом все я ее много делать не буду но заготовка у меня будет штука 25 по 30 даже как как стали растянется то есть там есть сейчас не могу так сказать вот эти клиночки сейчас я тут поработаю еще есть некоторые нюансы которые нужно сделать просто вот кажется уже вот она заготовка то можно колить нет закалки надо еще часа полтора все пойду дальше заниматься надеюсь еще может покажу после закалки хотя это не заинтереснее будет вот а пока пока вот так вот ну что ж термо обработка прошла успешно что даже удивило потому что при такой геометрии то есть таком широком лезвии уже такой достаточно тонкой проводки там сейчас 005 ничего не увело то есть вот это вот вот это вот по строю нет это очень хорошо вот так вот они меня будут то есть вот эти вот плоскости я ставлю следы ковки правильно назвать варенье следы варенье вот так вот то есть вот это будет полированная вот это вот будет вот тут все будет переделаны все а вот плоскость вот тут и тут будут такими как сейчас вот так я подписал восемнадцатый год дробь у 10 сталь а надо было поставить но я побоялся вместо не хватает вот прям видно как резко меняется структура металла на видео не знаю покажет все но она прям вот идет продольные полосы вот эти выходят не цапки которые наделал при обдирке вот еще отпечатки пальцев моих крепко тут мешают ну то есть вот они продольные отпустят термообработки так вот она выглядит вот здесь вот заметно здорово эти продольные покажут сильно не залапал почти клин а что восемнадцатого века то как раз вот такой клин так что но мне клин производим мы производим желательно хочу стараться особенно заказной он в любом случае то есть одна вторая чтобы было вот у всех стараюсь сделать одну вторую это опять же не простой момент потому что ширина большая и одну вторую выжить вот из этого в тонкий лепесток ну радует одно что пока никто не выбыл из соревнований так сказать все лидировали все на отлично но шлифовка это самое сложное сейчас я буду убирать лезвие потом все шлифовывать выглаживать то есть это самое сложное и самое опасное то есть дай бог если все вы выживут и все придут финишу таким красавицами вот клины делать не буду ну что ж больше сегодня явно ничего не покажу потому как я просто не успею ничего сделать сейчас мне осталось всего лишь час полтора а мне тут еще надо фасочки сделать тут подготовить под насечку заранее то все надо по торцам пройтись уже вплоть до полировки то есть очень много тут канители так что сегодня ничего особенно показать не смогу потому что просто не хватит времени вообще ничего не хватит и вот на этом можно считать обзор работ на данный момент закончен вроде все рассказал все новости у них как всегда много но там уже они более такие отвлеченные темы как бы я не думаю что это кому-то будет интересно поэтому не заморачиваю и не затягиваю ее все спасибо за внимание всего доброго до свидания до свидания